Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили? Санечка! Всем привет, в эфире канал Против Лома. Недавно мне на днях написала подписчица и заявляла по ее, так сказать, с ее слов, то, что она представитель Тимати из Блэк Стара, бывшего, но сейчас он уже не в Блэк Старе. Ну, я, в общем, ответил на ее письмо, спрашиваю, ну, а в чем, собственно говоря, вопросы и что хотели? Она мне пишет о том, что Тимати сам соизволил мне на мой канал приготовить шаурму. Лично, собственно, ручно. Ну, с ее слов, опять-таки же. Я говорю, в принципе, я не против сделать обзор, как бы по еде уже давно роликов у меня не было, я говорю, ну, и пока не хотелось бы снимать. Ну, раз такой человек просит, как Тиму, Тимати, я говорю, конечно, я сниму. Она утверждает, что он, собственно, ручно закрутил эту шаурму. Я спрашиваю у нее, что требуется от меня, от нас, от нашей команды? Она пишет, ничего, собственно говоря, просто скинуть адрес, куда привезти их, не значит, курьер. Я скинул адрес, она сказала, когда вам будет удобно. Я говорю, ну, дня через два. Она говорит, хорошо, Тимур вам скрутит шаурму, собственно, ручно. В своем ресторане Black Stars Burgers. Я не могу утверждать, что лично он эту крутил шаурму. Может быть, его повара. Но, как она, говорила, что это он. Значит, что? Перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, распространите этот ролик и посмотрите предыдущие ролики на канале, за еду, за прочие другие интересные проекты. И будет скоро новый интересный проект. Кто смотрит этот ролик, ждите, он уже монтируется. Мировой уровень, мировой контент, мировой масштаб. Значит, что? Шаурма с курицей. По весу я ее взвесил 400 грамм. Обычная шаурма с курицей. Она спросила вам, какую? Острую, неострую, с курицей, вегетарианскую, с говядиной. Я говорю, давайте, если Тимати хочет попиариться на канале Против Лома, сделаем просто. Я не против, я говорю, попиарю абсолютно все бесплатно. Никаких вопросов, ничего нет. Значит, чтобы определить уровень его мастерства, пусть сделаешь шаурму обычную с курицей, не острую, ничего. Значит, приехал на иномарке, на гелике, накачанный мужик. По всей видимости, это его охранник. Я где-то видел раньше в роликах, то, что, ну, вот, скорее всего, это он. Но не могу утверждать. Опять-таки же это все со слов этой подписчицы. И, как бы, с моих догадок лично мне. Шаурма с курицей от Тимати пробуем. Значит, салфетки привезли, все как положено. По стоимости ничего вообще абсолютно сказать не могу, потому что сделано под заказ. Лично для меня и для канала Против фона. Пока суховато. Уже запить хочется. Ну, может, это начало просто. 400 граммовое. Ммм, ничего, ингредиенты нормальные. Вот что имеем внутри. Уже огурчик. Помидорка. Напишите в комментариях, вы-то любите шаурму? Так, как люблю ее я. Насущенная. Но мне соуса всегда мало. Я вот забыл, когда я в последний раз ел шаурму, чтобы прям соус был. Как вот в двухтысячных. Скрутка нормальная. По ингредиентам вопросов нет. Если это он скручивал, то респект. Со свининой... Не, я не люблю шоу. Жесткий. Да, привезли, еще теплый был. Ну, ничего, шаурма уже. Могу сраскарить. Так вы и не написали мне. Есть ли шаурма с бараниной в вашем городе? Или кто-нибудь пробовал, когда-нибудь делают ее вообще или нет? Я гуглил по поводу шаурмы с бараниной в Омске. Только в Омске я видел. На заказ там, кафе какой-то. Представляете? Только в Омске. Ровненькая шауха, могу вам сказать. Да, может стоило с перцем попробовать. Ну, это тоже нормально. Сейчас по 10-войной шкале оценим. Лаваш то, что надо. У всех ингредиентов достаточно. И помидоры, и огурцы не импортные, кстати. Не, огурцы нормальные, не китайские. Помидоры нормальные, азербайджанские. Похоже. По ингредиентам. По ингредиентам ноль претензий. По скрутке тоже. По сочности. По сочности. Ну, скажем так, по соусу и по сочности это одно и то же считается. В общем, вот какой итог. По ингредиентам ок. Все нормально. Никаких претензий. Кто покупает шаурм. Китайские огурцы, турецкие помидоры, майонез. Просто не майонез, а майонезным соусом залито все. И вся шаурма. Вообще невозможно. Так. Тут что? По ингредиентам. Хорошо. По лавашу. Хорошо. По мясу. Хорошо. По соусу. Нормально. Но я люблю более насыщенный соус. То есть тут сразу видно даже на тарелке цвет кетчуповодянистый соус. То есть, соответственно, соус это покупной, а не сделанный, как я люблю, просто майонез чистый и кетчуп чистый смешать. Вот и будет отличный соус. Здесь нет. Здесь покупной, водянистый. То есть, соответственно, майонезный соус. И не кетчуп добавляется, а маринад. Соответственно, вы приходите в магазин. Кетчуп там сейчас стоит, ну где-то, я не знаю, там Heinz рублей 120. Ну вот маленькая упаковка 250-300 грамм. А маринад где-то 49 рублей стоит. Кетчупный маринад. Вот и все. Они просто, ну это не Тимати сам водяжит этот соус, естественно. Они покупают на базе. А на базе там покупают, ну где вот у поставщика. А поставщик что делает, чтобы в целом ниже сделать? Майонезный соус и маринад. Смешиваем. И продают как соус для шаурмы. А настоящий соус 2000-2010 года. Это просто, если кто-то помнит. Стоит варек шаурмичный. Шаушный варек. Там стоит ведро майонеза и бутылка кетчупа. Вот он привлаз. Намазывают майонезом чистым. Лаваш. Крошит туда все ингредиенты. Мясо. А потом сверху поливает из бутылки кетчупа. Закручивает на печку. Припекает. И вот это вот такой соус. То есть соус для шаурме. Это я вам говорю как шеф-повар. С двумя мишленовскими звездами между прочим. Самый лучший соус для шаурме это майонез и кетчуп. Вот и все. Можно это по отдельности. Но лично я делаю как намазываю майонезом. Все ингредиенты крошатся на лаваш. То сверху поливаю кетчупом. Закручивается на печку. Припекается 2 минуты. И готово к употреблению. Вот так. А некоторые смешивают сразу майонез и кетчуп. Тоже имеет право быть. А это соус покупной. Поэтому по соусу неплохой, но и нехороший. Средний скажем так. Поэтому лаваш да. Ингредиенты да. Тимати скрутил. Спасибо тебе если ты смотришь этот ролик. Ну потому что против лома смотрят все. Ты естественно смотришь этот ролик. Спасибо тебе за скрутку шаурмы. Рекомендую кстати шаурмы от Тимати. Вот лично он это делал. Я чувствую что он прям подошел хорошо к этому процессу. Лаваш да. Ингредиенты да. Скрутка да. Мясо да. Соус средний. Ну лично для меня. Но в целом шаурма хорошая. Зачетная. По десятибалльной системе. По десятибалльной системе. Значит вот что я вам скажу. Восемь. Восемь. Это высоко. Восемь баллов из десяти. Даже давайте так. Так просто приятно то что Тимати бесплатно для меня шаурму. Давайте восемь с половиной. Девять. Не могу поставить. Потому что девять. В десять я никогда не ставил за шаурму. Во первых. Девять я по моему ставил. Но это что-то было вроде как с лососем там. Вот. Но восемь с половиной это очень максимальная оценка. Рекомендую. Попробуйте шаурму. Тимати спасибо. Шаурма зачет. Поел. Отдохнул. Снял с вами ролик. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Распространите этот ролик. Потому что это мировой масштаб. Мировой уровень. Пишем. Специально для вас. Всем спасибо. Пока.